Создав имя, Господи, помилуй меня, без числа я согрешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй. Святись и святись о Новой Иерусалиме, слава Богу Господне на Тебе, Востея, ликуй ныне и веселись о Сионе, Ты же чистая, красуйся, Богородица, о восстании Рождества Твоего. Слава, Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресся измертвы, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради причисти Твоей, Матери, силы честного житворящего Креста, Святых Ангелов, наших Хранителей, всех ради святых, помилуй, спаси на всякого благости человека любец. Аминь. Боже, милостью будь мне грешным, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславя согрешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Бесчиславя согрешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши. Святые посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, засветится имя Твое, да приедет в царствие Твое, да будет воле Твоей на земле, как на небе. Хлеб наш, насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши. Как и мы прощаем должникам нашим, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила, и слава веки. Аминь. Встал после сна, пропадаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песню сглашаем Тебе сильной. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвой, Богородицы, помилуй нас. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвой, Богородицы, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придется удея, и я не опять, что обнаружится со страхом, а слепни в полночь. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвой, Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Свою Сыну и Святому Духу, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встал после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и благотерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивый и грешный, и не прекратил жизнь моей среди беззаконий моих. Но оказал мне обычно этого человеколюбия и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву, прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы в ней получаться Слово Твое, возобновать заповеди Твои, исполнять волю Твою. Открой уста, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, воспевать Святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого, Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Придите поклонимся Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припадем ко Христу Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припадем к Солому Христу Царю и Богу нашему. Что-то видео, Игнать Тихонович, вас не видно почему-то. Как же так, это не видно-то, почему? Камера выключена. Ну что, подождать надо, сейчас посмотрю, в чем дело. Вчера тут были, тут мастера смотрели, что тут делали. Ночью меня повезли куда-то. Ночью прямо повезли. И там мне эту флешку пытались. Я ее 8 месяцев хранил в столе, а теперь за нее надо платить за год. Не слыхал такого. Нет, никак не подсоединяется. Вот тут у вас вот такая должна быть микрофон и камера перетеркнутая. Включить вот так вот. Сейчас я пожалую. Ох, а я там дергаю, что попало. Ну, еще взять. Еще не знаешь. Прости, Господи, помилуй. Псалом 74. Четвертый. Славим тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое возвещают чудеса Твои. Когда я изберу время, я произведу суд по правде, колеблется земля и все живущие на ней, я утвержу столпы ее. Говорю безумствующим, не безумствуйте и нечестивым, не поднимайте рога, не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковы и на. Ибо ни от востока, ни от запада, ни от пустыни возвышение. Но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит, в ней полное смешение, ее наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли. А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Яковлева. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника. Ведом в Иудее Бог, у Израиля великое имя его, и было в Салиме жилище его и пребывание его на Сионе. Там сокрушил он стрелы лука, щит и меч и брань. Ты славен, могущественные гор хищнических. Крепкие сердцем стали добычею, уснули сном своим и не нашли всем уже силы рук своих. От прещения твоего, Божия Якова, воздремали и колесницы, и кони. Ты страшен, и кто устоит перед лицом твоим во время гнева твоего? С небес ты возвестил суд, земля убоялась и утихла, когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли. И гнев человеческий обратится во славу тебе, а статок гнева ты укротишь. Делайте и воздавайте обеты Господу Богу вашему. Все, которые вокруг него, да принесут дары страшному. Он укращает дух князей, он страшен для царей земных. Глаз мой к Богу я буду взывать, глаз мой к Богу, и он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа, рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю, изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих, я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи и беседуя с сердцем моим. И дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось слово Его в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я. Вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних. Буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой, кто Бог так великий, как Бог наш? Ты, Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество свое среди народов. Ты избавил мышцы народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя, воды, и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы Твои летали. Глаз грома Твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь Твой в море, истезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы. Как стадо вел Ты народ Твой рукою, Моисея и Аарона. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда ничего не делал пред Тобой. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь от суждения, открыть мне недостойного устава, свалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Поставь от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни спаси. И преподавь к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне основной греховной смерти, но сжалься надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, обеспеченный лежащий, и спаси меня, стоящий при Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Божий, спаси меня. Владыка, человек, колючий встал, после сна я спешу к Тебе. И по милосерию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. И я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем. И избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня, ведет Царство Твое вечное. Ибо Ты, мой творец и источник, податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда. Я возношу Тебе хвалу ныне и всегда, и веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне рабу Твоему. Прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец Всего Сущего, удостой меня при свете Твоей истины, с посвященным сердцем исполнять Твою волю. Ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Вседержитель Божий, сел бесплатных всякой плоти, на высотах небесных живущий, озирающий долг земли, наблюдающий сердца и помыслы, ясноведающий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые вы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости на прегрешения наши, совершенные нами делом, слома, мысли, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нас бодрствующим сердцем и трезвенной мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его, да найдет Он нас нележащими и сонными, но бодрствующими, и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовы войти с Него радость и божественный чертог славы Его, и непрестанные голоса торжествующих, и невыразимая радость видящих, несказанно красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творения в веки вечные. Аминь. 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 Просвятая Владычица Моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного несчастного раба Твоего, унывя, забвения, неразумия, нерадения, все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца. И от омраченного Мамы Его, и погаси пламя и страстей моих, ибо я нищий слаб. И избавь меня от многих губительных воспоминаний, намерений и освободи от всякого злого воздействия. Ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое почистное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Ольга, Анатолий, Виталий, Катерина, Игнатий, Юрий, Роман, Сергий, Татьяна, ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословяна Твоя дружина, и благословяна плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови, принадлежащих Тебе, помогая православным крестьянам побеждать врагов, и сохраняя силой креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного Игнатия, и батюшку Я, и Кима, родители, братья, сестер, родственников, начальников, благодетелей всех близких моих, и друзей, и всех православных христиан. Подай им Твои земные и небесные блага, не лиши и милости Твоих, посети их, укрепи. Силой Твою даруй на здравие, спасенные души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, душу усомших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей всех православных христиан. Прости им все и грехи вольные и невольные, дарим Царствие Небесное. Святыми и покоя Христе души рабов Твоих, правцев, отцов и братьев наших. Там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевной страны, но жизнь бесконечная. Ангелы вопияж и благодатни, чистая дева, радуйся, и покереку, радуйся, Твой Сын, воскресе, тридневе над гроба. И мертвы о вас двигнули, люди, веселитесь, светися, светися, на Верусалиме, слава, Богосподи, на Тебе, воссия. Ликой ныне веселисья сегодня, Ты же чистая, красуясь Богородица, а восстанье Рождества Твоего. Слава от Своей Сына и Святого Духу, ныне, всегда и в веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами про чистой Твоей Матери, и преподобных богоносных отцов наших и всех святых. Помилуй нас. Аминь. Боже наш, милостивый небесный Отец, помилуй детей наших, за которых смиренно молю Тебя, и которых предаю на Твое попечение и защиту. Ложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобой, удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоей имени, научи благочестиво и определенно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравия душевно и телесно успех в трудах, избавь их от хитрых козней дьявол, многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых, беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, поморитого Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего Вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя, Среди народом, Твоим Сыном, предназорящим Твоим Духом. Аминь. Аминь. Господи Божий наш, возри на детей наших. И не спошли на них духа премудрости, разума благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро разумели, усвоили изучаемые предметы, употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближнего, во Своё спасение. Потому что Ты источник премудрости, и Тебе славу возносим всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Молитесь, Игнатих. Спаси Господь и помилуй от самого духовного, родителей и сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихии, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священарея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Сергия Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима Зосимова, Алипия Андрея, Максима, Владимира и Глеба, не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Петрополита Сергия, патриархи Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Тихона, и весь священнический иноческий чин, и вышли истинных миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, да еще священник, если угодно тебе, смири власти воинств твоих, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое от церкви твоей, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Ардагена и Амана, и даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время, и береготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от тебя, и сохрани правителя их от покушения на них. Слава тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованное тобою, и до сего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И все, и день, сохрани нас от всякого родозла и греха, и защити нас здесь, и селения наши от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Рафимус, Владимира Благословей, Людмилу, Любовь Владимира, Владимира, Алексея и Иосифа, прищи добрые жители с детьми, знающими, любящими уставы, закон твой, святой. Помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Виктор и Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Рептины, Рашид, пределы общин, как угодно тебе. Спасибо, помилуй, Надежду, Валентину, Катерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Найди Елену, обрати, здесь, Найди этого Алексея, несчастного, дай ему веру твою, святую, а не игру в веру. Аллилуйя. Благослови Ездру, Рахиль, Самире, даруй веру, дабы не верил лжепророчеству, все это истинно. И от пьянства избавил Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. И найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфунину, Иргулину, Марию, Татьяну. Романа избавил духа лжи и упрямства, не дай ему погибнуть, найди его, где он есть, Господи. Благослови Виталию, Никиту, даруй всем духовное рождение и истинность. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, что возвратил нас и дали жизнь нашу устрой по воле Твоей, Святой. Хвала Тебе, наш Господь. Возри на врагов и их угрозы, дабы постали они вредить делу Божию и в судный день не помяни им безумие их и примири их с нами Максима, Александра, Александра, Евгения, Сергея, Виктор, путешествующих, благослови Раису, Льва, Виктор, найди, обрати. Аллилуйя. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Слава Тебе, наш Бог Иегову, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь, Саваоф. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава, Вышью Богу, на земле мир человека благоволения. Благослови, Господи, Екатерину, Екатерину, Галину. Благослови, благодетели наших и сохрани их расположение к нам, как добрых помощников Елену, Людмилу, Неанилу, Татьяну, Юрию, Евгения Натальева, Эдуардов. И сохрани наши сокровища в интернете и книги здесь и в пути трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктор, Андрея, Андрея, Сергея, Сергея, помогающих Вячеслава, Виталия, Дмитрия, Валентина. Хвала Тебя, наш Господь. Обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона, найди их. Откроем истину Твою святую. Пресвятая Госпожа Богородица, спаси нас с молитвами своими. Воздай добром всем помогавшим нам в путешествиях наших Павла, Зинаиду, Владимира, Демитрия, надежды, Людмила. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидание суда Божия. Благодарю за день, в который дал мне веру, даровал мне Библию святую и указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину. Воздай вечности всем, кто трудился над моей душой, Мария, Степана, Александра, Михаила и Анна. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе, Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне греши, благодарю Тебя, мой добрый Ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал, не покинешь в смертный час, когда душа будет раздушаться от тела, проведи душу мы по мытарствам и ведея навеки вечно отцарства Христа Бога нашего. Аллилуйя! И отступников Николая, Михаила, Александра, Юлию найди, устраши, не дай им погибнуть. Аллилуйя! Иоанн Креститель Претеща Христов моли Бога о нас. Мужчина с Господи держите в бедность, имея пропитание и одежды, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать. И каждому дару жилье Сергея Гавриева. Святитель Христов Никола Мердекийский чудотворец моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуила, Аарон, Ио, Авель, Но, Иосиф, Патриархи, Ездра, Аниемия, Амос, Наум, Исайя, Иеремия, Варух, Иезеки, Ильосия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Афан, Данил, Отрохи, Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твое наше отшествие не застав нас неготовыми. Но, чтобы выше нас трещу Тебе, Господи, с горящими любовью. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хирургимы, серафимы, все небесные силы, престолы Божьи предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Дарует Господь жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем и жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарм, Смирский, Усин, Философ, Космай, Дамиян, Андрей, Стротилат, Иерун, Мученик, Климент, Римский Климент, Анкирский, Анфим, Некомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Сарь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя, Антихриста. Будь милостью к нам, Владыка, и даруй веру добрую Анфиму, Вениамину и устарше родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Анасти Великий, Ефрем Сирин, Антони, Макаре, Макаре, Антони, Феодосий, Корнили, Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Сару, Иоанн Тобольский, Анкерштадский, Аншанхайский, Кирилл, Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, и все перевозчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысел ретюков, разрушив ничто, преврати. Благослови Сергея, 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 Александра, 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 и посети болящих, дай силу, все перенеси, Валерия, Кирилла, Иллариона, Татьяну, 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 Игоря, Валентину, Валентину, Анну, Александру. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, ибо по Твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Аллилуйя. Наполни уста нашим хвалением Твоего имени и дел Твоих дивных. Молите Бога на святые жены и девы, Фекла, Первомущеница, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любой, Матерь Софии, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Приски, Ла, Акила, Андроника, Юня, Каприяна, Устина, Молите Бога о нас. Да дарует Господь послушание и молчание, соломудрие и стыдливость и сохраних от всяческого поругания, исправ непокоримость Галины, семейства Евгения, Надежды, Надежды, Светланы, Марии, Раиса, Гликерия, Людмила Иоанна, И прими нашу молитву воздьяния рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятной перед престолом благодати Твоей, Владыка, земли и неба. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе, Господи, на небе и на земле. Дивный Господь наш, слава Тебе. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий Сына Твоего, ради пролитой им крови, прими нашу молитву, Спаситель, о всех заповедавших нам молиться о них. Слава Тебе, Господи. Хвала Тебя, Аллилуйя. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Продолжение следует. Хвала Тебе, Боже! Слава Тебе! Аллилуйя! Аминь! Доброе утро! Христос воскрес всем! Доброе утро! Воистину воскрес! Мы съездили по Теряевку, побыли там и вернулись благополучно. Вот эта новая Алена, она была с дочкой, туда ехали, там Надежда была. Обратно мы двое оказались, никого нету. Как-то получалось, утрамбовали, утрамбовали. А потом батюшка приехал и говорит, вот там дьякон был, он на два года старше меня, Анатолий, Сомска. И юноша, ну мужчина, можно сказать, молодой. Он говорит, зачем вам в Барнаул-то ехать-то? Ехать в другую сторону совсем? Вы вон в Корчину езжайте, и там билет возьмете, и по пути уже и поедете. А тут кто-то отвезет. И они сразу отошли, и у нас место свободное. Глитерию там оставили. Там целая режиссура была, как ее оставить. Она не слушается, через это мы как-то решили ее исправить. А она нас всех обвела. Ей пять лет уже, она до того смышленая девчонка. Подвижность такая, как будто бы ее там на руках кто носит. Мгновенно. Ну вот, поговорили, что она будет слушать о бабу Наде. А баба Наде никакого контроля над ней не имеет. Ну, однако, вот так. Митрополит был, Сергий. Все это мы выстоим, разговаривать не будем. Записано. Но получилось, диск, на который записали, у меня не открывается. Я сразу тут объявил, и сразу Вячеслав Семенов, и Евтушенко озаботился обо мне, и все начали. Ну, тут местные приехали, программисты, сразу несколько человек. Вот Бог как делает, удивительно. И оказалось, что флешка, которую мне покупали, которая вставляется, ну, я не знаю, как антенна такая, круглая, как тазик какой висит на улице-то. Я ее привез сюда, плешу эту новую, и положил, и она 8 месяцев у меня лежала в столе. А когда приехал, говорят, так, раз ее не заблокировали, как блокировать, тоже не знаю. И, значит, 8 месяцев с меня будут высчитывать эти, по полной программе, по 500 рублей. За что? Ну, то есть, это нехорошо, я говорю. Ну, они сразу меня вчера взяли, уже стемнялось, и повезли там куда-то, что ее эту симку, симка там, все дело в симке убрать. И какой режим там дать, что? Значит, по скайпу никогда уже я не выйду за 4 месяца, до 11 октября. Никак. Ну, и только мне замки снимать, что здесь будут стоять. Там никакой закачки, никакой скачивать ничего не буду. По 500 рублей в месяц. Даже больше, чем здесь. Здесь и то 430 или сколько. Так я тут круглосуточный, и хоть день и ночь качаю. Вот разница какая. Ну, и еще не сделаешь. А теперь, как там подключить, тоже что-то надо, тоже не знаю. Но симка уже в кармане, документы дали там на нее. В паспорт надо было дать. Попался я, говорю, чем занимаюсь, ночью меня возят. Ой-ой-ой, сам на себя смотрю и думаю, влип ты как муха на липучку-то. И опять бросить-то жалко. Как, говорит, кто такая женщина, говорит. Ведро один, говорит, объяснял, говорит. Ведро, говорит, поганое. Которое бросить жалко. И трудно держать, сохранять в чистоте. Ну, не так, конечно. Ну, так смеются люди. Да кто-то я про себя тоже. Бросить все, забиться. Но не получится. Кому там говорить. Там, когда обедали вчера, батюшка дальше запрещает везде. Он ревнует. Не сняли там. Но, однако, маленько захватили. Ну, а, как всегда, я первый поел и к владыке обратился. Владыка, благословите слово сказать. Он улыбается. Ну, давай, давай. Это ты нам сейчас дашь вроде жару. Ну, а я еще жару. Я всем мест писания попросил читать. Библию батюшка там закрыл свою комнату. Залез в угол, его не вытащишь. Лена побежала домой и принесла две библии. Барабаш. Ну, я дал одну Сергею Егоровичу Игнатову. Юрист из Донбасса приехал. И там один молодой диакон. Ну, я не знаю, сколько ему лет там, 20-то есть, нет. Тут уж мы молчим. Ну, я по одному называю, а вы тот и другой открывайте стихи. Вот это православие. Дальше я говорю, где грешный, супергрешный, архигрешный. А потом дальше стали считать антиномии, парадоксы. Я говорю, есть такая книга, Асадь Дмитрия Дудкодак. Он про это тоже не сказал. Я вам парадоксы покажу. Вот это одна и та же Библия. Одна и та же. Каноническая, не каноническая. И все берем вместе. И прямо говорится в Библии, все мы много согрешаем. Кто может язык свой соблюдать к правде, и Яков говорит, тот обладает и всем телом его. Ну, все согласны. Все грешные, мы грешные, грешные. Сорок раз грешные, грешные, грешные. Господи помилуй-то. А теперь читаем Евангелие Иоанна. Это первое послание апостола Иоанна. Первое послание Иоанна. Третья глава, девятый стих. Легко запомнить-то. Три, там три тройки, это девять получится. И он говорит, верующий, рожденный от Бога, не может грешить. Ибо семя Божие в нем есть. Семя, что такое, вышел сеять или сеять? Слова Божие, у нас этого нет. Не может грешить. А они целую систему знают, как бороться со страстями, с грехами. Меня спрашивают, как? Я говорю, да никак. Ну, как я буду бороться-то с ними? Ну, нет этого. В день, когда я покаялся, Бог отнял все. Он вложил в меня семя свое. И мне страшно думать даже об этих грехах. А то, ну, как мне писали одни, говорят, мы гуляем, пьем, блудим. А завтра пошли исповедоваться. Причастились и опять блудим, гуляем мы. Ну, что же, избер это погонь какую-то сделали. Ну, а как? Ну, прямо он дважды говорит. Не грешит, а через запятую, и не может грешить. Православные разве это примут? Но говорит-то Иоанна, ну, хоть вы слышите один раз-то. Я говорю, смотрите, вот вы начнешь говорить, батюшка уже сигнал дает. Ну, все, хватит. Ну, я и замолку отошел. Я сегодня, пока батюшка не сказал, я сказал, сидите тихо. Перестаньте зубами да ложками стучать тут. Так, двери, двери, премудрости и вольным. Говорите, говорите. Кто там у двери? Заприте дверь, чтобы никто из-за стола не вылез. А тут второй стол поставили, и дети тут же были. Ну, полная комната у батюшки. Приехали бывшие Потеряевские там. Ну, тут я начал говорить. Архиерей слушает. А эти считают одно и другое. Да с повторами. Ну, нет у нас веры-то этой. Ну, нету, нету. Я не грешит. Кто не грешит? Не может грешить. Он не может. Это и другая природа совсем. Мы принимаем Евангелие, Евангелие стоянно или нет, замолкли. Там священники приезжие были. Перекреститься не могут. Как будто пуговки чистят. На 20 сантиметров ниже подбородка. Рукой сейчас там маленькая, так поперечинку кривую делает. А он даже не понимает, священник сидит. Ну, дальше тут... Ну, то есть я по полной программе прошелся. Архиерей вылазит потом, когда говорит. Игнатий Тихонович. Только, ну, не ругайте священников. Люди-то неверующие, они слушают вас и теперь на священников нападают. Я говорю, а как же им, змеям, порождение Мехидиным-то? По-другому никак. Я говорю то, что написано. Опровергайте. Замолкли? Ничего нет, значит. Поэтому Слово Божие живо и действенно. Проникает до разделения души и духа составов у мозгов. Я ему опять свое... А когда вышли, я думал, подарить им к истинному православию это. Поехал, подождите, не уезжайте. Все обыскал там на складах везде. Ну, мечусь я там, как угорелый. И нигде нету. Ну, тогда уже в шкаф залез там три экземпляра. Куда делось? Раздали, не знаю. Придется срочно туда везти. Ну, а потом я подарил Новый Завет трехтомник. Архиерей смотрит, как в первый раз. Я ему дарил уже. А он дарит сам. Не дари никому, я говорю, держи в руках. Что ты отдал? Спасение свое-то. Ну, и священники тоже. Ну, да, поехали к нам, там я дам. Ну, велосипед отдал, там, кому кто-то на нем поехал. А я тогда сниму машину, залез и к нам туда. И там все это Володя снимает. И мало того, еще в Володин дом пошли, посмотрели. Прекрасно было все. Ну, а деревня так, концерта не было, а выступления. Батючка сказал, я тоже заснято. А у меня ничего тут не снимается. Володя закачал, я не могу снять. А приехали эти программисты. Ну, прям сразу у них, ну, одна лежит, один диск жесткий-то, там, на 2-й габайт. Это не, открыть ничего нельзя. Шумит там внутри, что-то делать. Сейчас самый высокий эшелон буду вызывать. Забрать я там какая-то головка, драйвер. Это не знаю, даже слопать их. Вот так мы приехали. И ночью меня протаскали тут все. И вернулся, даже и дневник вечером не заполнил. И ночью, уже перед самым утром, только на молитву Господь пробудил. Ну, седели очень хорошо. Володя баню стопил, даже успел сходить. Володя свой этот, как его там, ноутбук называют. Я их неправильно называю это. Чтобы мне утром, в воскресенье-то выйти. Это другие знаки. Я боюсь тронуть. И так и стоял. А он не зашел, думал, что не надо. Ну, и утром пришел он пораньше. Я все-таки зашел, с собой брал флешку, пароль. И все это вставил кое-какие. А сегодня все буду выставлять. Если, конечно, закачают. Которые у меня остались небольшие. Я там пруды осматривал, ездил. И все. И что-то не тянет, тут не пойму. Что-то все по рукам меня бьет. Ну, съездили хорошо. Тут ничего не скажешь. И батюшка там, и священники. Все дружно, согласовано, полный порядок. И которые приехали к окрещению готовиться. Всем все понравилось. Ну, приезжали некоторые просто так. Их тоже допустили, когда к кресту идти. Ну, в рюках не было никого. Ну, были накрашенные. Ну, ты что тут уж в последний самый момент ничего не стал говорить. Хотя я и сказал так, но... Вот наш день. За один день сколько. Приехал тут кошек кормить надо. на Голубятню. Она видела. Ну, тогда все. Вся экскурсия на Голубятню. А кого день-то один провожали, да. Я там много говорил им, наставлял. Андрей хотел там, приехал тоже со своей женой Лерой или Валерией, не знаю, там... Это дочь звать. Вот не расслышу и говорю, не может, неправильно. А вдруг поехал за нами следом. Меняется тактика-то. Ну, вот краткий отчет о том, как мы съездили. У батюшки всегда шикарный обед. Там икра, масло намазанное, сливочное. И бутылки наполненные, полный стол. Бутылки. Там Алексей кленовый сок. Батюшка поставил березовку. Все наливают. Ну, видно будет, что дух смиренный, радостный. Ну, я вот, когда слово-то говорил, я их заставил. Молчали, полное молчание. И приехали которые люди. Там один небольшого роста, Николай Литуев. Ну, такой. И пузатый, и толстый, как бы. Но он живой. Меня обхватил. Я думал, он меня задушит. Ой-ой-ой, а мы с ним вместе за голубями ездили. И где там такие походы делали. И он что, он-то живой, никого больше нет. И я один тут. И главное воспоминание голуби. Однажды пришлось селекцию делать. Сразу одновременно 300 голубей удалять. Ну, там, что удалять? Значит, заколоты были. Порода определенная, что была, выводилась. Это так делается везде. В животноводстве везде. По-другому никак. И пшеничинку, когда высаживают, отбирают. Чтобы одни и те же свойства проявлялись в поколении следующем. Вот так. Ну, все, продолжайте. А я тут начну свое тоже искать. Еще у вас идете? Гордость о папсов закончили? А, на нас нападали. Вот это я и сказал. Говорю, вот нападает на нас, а митрополит сидит здесь. Так, если мы, или тихие сектанты, а митрополит-то давно, тогда он не митрополит. Его надо отлучать и запрещать. Он так это на меня воззрелся. Я говорю, тут с нами кто общается, надо ответственность держать. А он опять смеется. Обнимет, трижды поцелует. Но это же не наиграно. Видно, что хорошо. Сейчас позвоню днем в епархии, узнаю. Примет он? Нет, я ему около десятину этих кисленого православия подарю. А он там подошел. Я кому дал, кто просил, подошел, у них отобрал сразу он. Но они не сопротивляются. Вот этому надо дать, а не тому. Батюшка побежал, свой принес. Последний, первое издание. Но ничего. Так, насколько все непринужденно. Обнужденно, ловко это обошлось. Во славу Божию. Надо позвонить, узнать. Христос воскрес. Когда заканчивается? Во вторник вечером или в среду? Тут на один день-то. А дальше ни царю небеса, ни хрис, никак. Я предлагал, что в субботу утром, если пройдет у нас здесь моление-то, и на этом все закончить до 11 октября. Все в отпуск уходят. Все в отпуск уходят. Спасибо. Вы что, дальше ничего не считаете? У Сергея микрофон не включается. О, вот что. Давайте выйдем опять сделать фанулку. Ну, еще нет, уходить. Все. Ладно, я отойду тут. Все, меня слышно теперь, да? Слышно. Ну, все, тут сбой какой-то. Так, продолжаем чтение книги к истинному православию. Игнатия Тихонича Лапкина гордость папства. Епископ были пресвитер или диакон, с веритиками молившийся только, да будет отлучен. Если же позволит им действовать, да будет извержен. Апостольское правило 45-е. Миряне же, молившиеся с веритиками, католиками, извергаются из церкви, как зараженные проказой экуменизма, подготавливающего путь антихристу. Вот решение Ватикана об его действии 24 июля 1985 года. Внимая тому же Богу, нам следовало бы принять на себя ответственность, трудясь совместно с иудеями для социальной справедливости, то есть вместе трудиться для антихриста. В этом сущность экуменизма. Теперь из-под воль готовится новая уния. Начиная с Папы Иоанна XXIII появился экуменизм римско-католический, сопровождаемый реформацией Римской Церкви. На этот раз не снизу, как во времена Альютера, а сверху, из Ватикана. Готовится полный развал Римской Церкви. И что это произойдет после нового Вселенского их собора. Там цитируется и духовное чадо Евграфа Ковалевского, барон Марсадон, масон 33 степени. Папа Иоанн XXIII советовал барону Марсадону не уходить из масонства. Страница 151. Теперь иезуиты, засылающие своих патеров на прострой в России, в основном из Польши, выступают на масонских собраниях. Молитвенное общение с католиками есть духовное отделение от истинной Церкви. Эпископ Феофан учит тому, как построить жизнь по требованию христианского совершенства. А западный епископ берет из христианства то и настолько, что и насколько совместимо с условиями современной культурной жизни. Значит, первый смотрит на христианство как на вечный устой истинной жизни и требует от каждого нанять себя до тех пор, пока она не войдет в эту норму. А второй смотрит на основу современной культуры жизни как на факт непоколебимый и лишь в области существующих частных разновидностей его указывают те из них, которые наиболее одобрительны с христианской точки зрения. Первый требует нравственного героизма, подвига. Второй высматривает, чтобы из христианства годилось нам в нашем теперешнем устройстве. Для первого человека, призванного к завгробной вечности, в которой начинается истинная жизнь, исторически сложившийся механизм современной жизни – ничтожный призрак. А для второго – учение о будущей жизни – возвышенная, облагораживающая идея, помогающая нам лучше и лучше устраивать здесь реальную жизнь. Православная вера через самоуничижение, дисциплину – во всем есть вера аскетическая. Латиняне плохо верят в воскресенье и сильно верят в благополучие настоящей жизни, которую апостол называет «паром исчезающим». Цитата. «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Иакова 4.14. Антоний Митрополит Храповицкий. «Сатанинский орден иллюминатов и все отступники больше всего говорят о любви». 1 Коринфянам 13 глава. «О сострадании, о служении друг другу. Но ничего не говори об аде, о наказании». Игнатий Пенчаринов, Игнатий Бричининов пишет, что кто говорит о любви, не испытывая страха Божия, тот ложец. «Стремись на небо, но ум держи в аде, пемен великий. Где нет подвига, где нет борьбы, там воцаряются страсти и беззакония. А где царит грех, там иссякает любовь, и люди начинают ненавидеть друг друга». Гораздо большую ценность имеют подвиги духовные, совершающиеся в сознании человека. «Самоукорение, самоуничижение, самопринуждение, внутрепребывание, гнев на грех». «Господь заповедует все прощения, а западная мораль – месть и пролитие крови. Господь велит смиряться и считать себя греховнее всех, а запад ставит выше свое чувство собственного достоинства. Господь велит радоваться и веселиться, когда нас поносят и изгоняют. Запад требует восстановления чести. Господь и апостол называют гордость бесовской западнике благородством». «Сегодня трудно повторить сожжение, подобно как над Яном Гусом. Бруно уничтожит миллион православных, как во время захвата Хорватии католиками во Вторую мировую войну. Сегодня униат убивают священников в Белоруссии и на Украине, отбирают храмы через народовластие и попустительство власти, как учил Вольтер Массон – бросать стрелы, не показывая руки. Но все идет из Рима, из Ватикана, русиком в восточный обряд нашествия иезуитов». «Господь говорит, я буду пасти овец моих, потерявшуюся отущу, пораненную перевяжу, больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю». Порок Иезекииля, 34 глава, 16 стих. Фатимская весть. Трагедия или надежда? 9 февраля 1997 года от Рождества Христова по Барнаульскому Бродвею дворянина Ульянова пронесли португальское «чудо». Образ или сделанный католическими умельцами или фотороботом, то, что описали якобы дети, прозванные ясновидящими, видевшие несколько раз нечто похожее между маем и октябрем 1917 года. Теперь эта трагедия или надежда играет роль оживляжа на территории России. Ее несут по Сибири исповедующие католическую веру и примат первенства римского первосвященника Папы. О том, что 9 февраля произошло напротив Никольского храма города Барнаула, как пишут в печати «Смотри, молодежь Алтая, седьмой номер» и «Время и деньги, шестой номер» и другие издания, вызвало неоднозначную реакцию. Православные увязывают желание латинян войти в православный храм как осквернение фатимским чудом своего дома молитвы. Католики же или отрицают эту свою попытку ворваться в храм, считают подобные известия и испечати просто желанием властей создать негативное о них мнение, или же трактуют это свое намерение как исполнение молитвы Христа, да будут все едины, для чего они молились напротив Никольского храма, прочитав «Отче наш» из своего молитвенника Розария. «Радуйся, благодатная Дева Мария». Рассмотрим, как же выглядит их поступок, а главное их чудо фатимское во свете Библии, в трудах святых отцов и вообще в православном понимании о чуде. Недавно прислали из Милана и Италии книжицу Антония Аборрелли «Фатимская весть. Трагедия или надежда?» Перевод с французского Владимира Зелинского «Свет Востоку. 1995 год. 100 тысяч экземпляров. 80-я страница». Так как мне звонили и католики с жалобами на СМИ, якобы натравливающими обозленных русских на них, и православные много раз просили разъяснить, почему же у самих православных нет этого большого «чуда» с короной, то мне пришлось по неволе сделать это расследование. На 70 страницах этой карманного формата брошюры умышленно сделано 127 указаний доказательств слов, противоречащих Библии и святым отцам. В брошюре непрерывно вдалбливается фраза о посвящении России пренепорочному сердцу матери. В этом и вся суть появления этой фатимской мистификации. То есть о подчинении России православной церкви, в кавычках, святому отцу, то есть папе римскому, чего он вовсе и не скрывает. Мансиньор Джон Буковский в интервью АИФ на вопрос Юрии Николаевой, этому кардиналу, нунцию, посланнику папы Иоанна Павла II. Кавычки открываются. Настоящее наше состояние уже можно считать и кумунизмом, да, но наша конечная цель – полное единение веры и любви. Будет ли это единение подразумевать единоначалье? Конечно. Чье? Наследника святого Петра папы? Да. Для слышащего комментарии излишни. Словосочетание «пренепорочное сердце Марии» – изобретение чисто католическое. Слово «сердце» встречается в Библии только в канонических ее книгах 897 раз, а слова «сердце Бога» только 15 раз, и из них только в пяти случаях именно человек говорит о сердце Господа. И нигде нет таких слов «пренепорочное сердце Бога» или «Марии». Неканонические книги в 136 случаях упоминали слова «сердце», но ни разу о «сердце Бога». Даже в Псалтире, в этой самой читаемой, вот уже 3000 лет книге, в 150 псалмах, молитвах, слово «сердце» встречается 136 раз, а слово «сердце Божие» всего лишь один раз. Помышление сердца его в рот и рот. Псалом 32. Наконец-то, хотя по местам начинают открываться глаза у иерархов в московской патриархии, на ту беду, которая возросла из дьявольского экуменизма, их учение о спасительности всех вер. Смотри «Советская Россия» 5 декабря 1996 года, страница 6. На наших глазах, в наших храмах происходит явное отступление от православия в сторону незаконной и не раз соборно осужденной унии с аримокатоликами. Патриарх Алексий II сказал на Московском ифархиальном собрании 12 декабря 1996 года, цитата, «В последнее время мы как-то привыкли и перестали реагировать на продолжающуюся интенсивную прозелитическую деятельность, осуществляемую некоторыми католическими кругами. А ведь жертвами становятся в основном наши братья и сестры». Православная Москва, номер 36-1996 год. Здесь же в интервью архиепископ Солнечногорский Сергий говорит о властях, цитата, «Те, кто сидит сейчас высоко в Кремле или занимает ответственные должности на местах, должны понимать, что, содействуя католикам, сектам, они теряют на рабственную основу, цементирующую наше общество. В самих католических странах от 60 до 90 процентов населения не посещают богослужения». Газита «Труд» от 13 ноября 1996 года. Еще цитата. «Самое вредное дело в христианстве – главенство человека в церкви, например, Папы, и его мынимая непогрешимость. Именно в догмате о его непогрешимости и заключается величайшая погрешность, ибо Папа – человек грешный. Сколько погрешностей величайшей, гиппельной, для душ человеческих выдумала католическая Папская церковь. «Фабрикация святых в западной церкви и несуществующих мощей». Католическая вера не имеет сама в себе жизненной силы, покоряющей ум, сердце и волю человека к добровольному последованию ей. И часто последователи ее завлекают людей, правомыслящих только насилием и обманом». Одним из величайших обманов в 20 веке есть трагедия Фатимской Богоматери. Согласно житий святых, такое, в кавычках, явление есть дьявольская прелесть поклонения духу лужи. Смотрите жития 22 сентября Верки, 5 марта Конун и Саврянин, 2 октября Юстина, 12 октября Мартин, 6 декабря Николай, 21 декабря Юлиания, 17 января Антон Великий, 1 сентября Симеон Стопник, и 7 сентября Иоанн Новгородский. Подобное прелечение сатаны явлено и в наши дни в силе Визенберге на Западной Украине. Смотри «Комсомольская правда» 22 ноября 1996 года. Пятно света на стене в виде склонившейся в молитве женщины привлекло сотни тысяч католиков, жаждущих чудо, хлеба, чудо и авторитета по Достоевскому. Предложили, что это пятно света от свечивания, от окна. Один из львовских священников, цитата, в кавычке открывается, один из львовских священников подставил к тому самому подозреваемому окну лестницу и закрыл его одеялом. Изображение на стене мигом исчезло. Паломники подняли шум, скинули священника с лестницы и забросали камнями. А местные жители не позволили своей администрации включить неработающие фонари. Никто не хотел расставаться с чудом. Кавычки закрыты. Вот об этом-то полоумном состоянии, впавшей в детство, и говорил святерян Кронштадтский. Часто у католиков нет веры в Бога, а есть вера в видимому Папу, в видимый, осязаемый авторитет, прикосновение к пятну на стене, но блаженные, невидевшие и уверовавшие. Еще цитата. Какое же после этого доверие можем мы иметь к основанному на лжи и пропитанному насквозь ложью римско-католическому папизму? Никакого компромисса с ними быть не может и никакого общения. Архиепископ Аверкий. Латиняне желают насадить повсеместно свой образ мысли, противные учения в Восточной Церкви, не щадя для этой цели самых чудовищных вымыслов, очевидных лжей и бессовестных искажений исторических истин. А в России старец Оптинский. Еще цитата. Горя латинской, католической, а, простите, вере латинской, католической, не приобщайтесь, обычаев их не придерживайтесь, причастия их избегайте, и всякого учения и нравов их гнушайтесь. Если кто и спасет свою душу, то только живя в православной вере. Латиняне восприняли неправую и развращенную веру. Святитель Феодосий Киева-Печерский, основатель русского монашества. Исходя из вышесказанного, православным ясно, что подобные чудеса в Фатимске суть прелесть врага на погибель душ. Масон Вольтер учил бросать стрелы, не показывая руки. Трагедия о России не закончена. Мировой заговор по уничтожению России, православия, монархии, русского человека идет к завершению. И натиск темных сил все нарастает. Октябрьский переворот, коллективизация, превращение страны в гулаг, войны, перестройка. И как завершающаяся печать этому водовилю смерти на русской земле пляска бесов по Александру Сергеевичу Пушкину, толкая Россию в пропасть. Есть торжественный ход Фатимы, призрак грядущего по Европе по Сибири о католичивании русских. Смысл крестного, крестового похода по городам и весям обессиленной, осиротелой России в том, чтобы убить всех не сопротивляться нашествию католиков и везуитов в храмы, в души русских людей, что это все по повелению самой Богоматери, что будто бы именно она желает истребить православие. смотри по Ирину и посвятить Россию пренепорочному своему сердцу, то есть непогрешимой греховности по тючу папе, по тючу папе римскому. «Фатима» — это трагедия о России и православии, не оставляющая никакой надежды на восстание России, ибо без православия Россия сделается сатрапией Ватикана, сырьевым придатком Запада, всемирной помойкой и сбродом нечестивцев. Вот, ну, все на сегодня. Тогда закончим, продолжим в другой раз. Спасибо всех, Христос! С Богом! Спасибо, Христос! С Богом! С Богом! С Богом! С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 На, держи, ешь. КОНЕЦ 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 Не будешь здесь. Ну, я ничего не могу сделать. Значит, не будешь. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...